Объединённые библейские общества представляют Мир Библии Часть 4. От языки до ирода В 701 году до н.э. ассирийские войска вторглись в Иудею и осадили укреплённый иудейский город Лахиш, который занимал стратегически важное положение в предгорьях к юго-западу от Иерусалима. Со стен Лахиша хорошо видны холмы вблизи Иерусалима. Можно было видеть и другие города, составляющие линию обороны Иудеи, например, Азеку. Библейский рассказ о взятии Лахиша в 18 главе 4 книги царей и 32 главе книги Паралепоменон дополняют рельефы, найденные во дворце ассирийского царя Синахириба в Ниневии. Чтобы подвезти к стенам осадное орудие, ассирийцы соорудили насыпь. В свою очередь, защитники города, чтобы увеличить высоту стен, сделали насыпь изнутри стены. Это заставило ассирийцев достраивать свою насыпь, чтобы захватить город. Тогда же, в 701 году до н.э. ассирийцы осадили Иерусалим. Царь Иудея Языкия не мог противостоять им и согласился выплатить Ассирии большую дань. Только после этого ассирийская армия покинула Иудею. Позже при царе Иосии Лахиш был заново отстроен, хотя значительно скромнее. В 597 году до н.э. вавилоняне разрушили его снова. В помещении у городских ворот археологи обнаружили знаменитые лахишские письма. Они были написаны во время вавилонского вторжения и представляют собой фрагменты переписки лахишского военачальника с неизвестным иудейским дозорным постом. Армия Навуходоносора подступает к лахишу, и командир поста пишет, «Мы наблюдаем за сигналами из лахиша, согласно всем указаниям, которые дал господин мой, но мы не видим сигнальных костров Азыки». Как сообщает книга пророка Еремии, Азыка и лахиш пали последними перед тем, как вавилоняне осадили Иерусалим. Высокие защитные стены окружали многие древние города. Осаждающие войска могли преодолевать городские укрепления с помощью лестниц. Иногда они пытались разрушить стену, используя молотые топоры, иногда сломать или сжечь городские ворота. Однако чаще всего при осаде использовался таран. Это было тяжелое бревно, которое многократно ударяли по воротам или стене, до тех пор, пока они не разрушались. Чтобы затруднить нападающим подведение тяжелой боевой техники вплотную к стенам, города строили на вершинах холмов с крутыми склонами. В таком случае нападающие должны были сооружать пологую насыпь, которая позволяла им подвести осадное орудие. Иногда осаждающие проникали в город, прокопав тоннель под стеной. Под час была возможность использовать уже существующий тоннель, который, к примеру, связывал город с источником воды. Некоторые ученые считают, что Иоаф, военачальник Давида, завладел Иерусалимом, пробравшись в город через такой тоннель. Осаждаемые также проявляли изобретательность, защищая свой город от нападавших. Они отталкивали лестницы, строили вторые стены в том месте, где первая стена была близка к разрушению, сбрасывали большие камни и даже огонь на тех, кто приближался к стенам. Чтобы защитить воинов, работающих или сражающихся у стен, осаждающие сооружали большой щит, защищавший воинов сверху. Это приспособление упоминается пророком Наумом. Атакующие спешат к стене, там уже установлен осадный щит. В конце 8 века до н.э. ассирийцы завоевали Северное царство. После этого, согласно 17 главе 4 книги «Царств», они переселили оттуда евреев в разные части Ассирийской империи, а на их землях поселили иноплеменников из покоренных стран. Евреи никогда не считали этих переселенцев частью израильского народа. Древние тексты называют их самаритянами, поскольку Самарея была столицей области, где они жили. Другой важный город самаритян – Шехем – стоял на холме рядом с горами Горизим и Гевал. В книге Ездры говорится, что самаритяне уже во времена Зарававеля противились восстановлению стен Иерусалима и Иерусалимского храма. Однако пророки того времени, Агей и Захария, не упоминают об этом. Скорее всего, это противостояние относится к более позднему времени, к эпохе Неемии. Возможно, уже в IV веке до н.э. самаритяне построили свой собственный храм, но никаких следов его не обнаружено. Некоторые источники упоминают о том, что он был разрушен в 128 году до н.э. Во времена Нового Завета на горе Горизим не было храма. Евреи презирали самаритян. Небольшое число самаритян проживает в двух районах Израиля и сегодня, соблюдая свои древние обычаи. Иудейский царь Иосия вошел в историю как религиозный реформатор. Он сделал Иерусалим единственным центром поклонения Господу и уничтожил все святилища в соседних с Иерусалимом областях. В этих святилищах отправлялись культы, сочетающие в себе элементы разных религий. Такие культы называются синкретическими. Прежде каждой деревне или город имели святилище Бома, где жители приносили жертвы и исполняли другие обряды. Еврейское слово Бома имеет значение «святилище», «место жертвоприношения». Некоторые тексты Ветхого Завета, повествующие о ранней истории Израиля, упоминают об этих святилищах без всякого осуждения. Однако составитель Третий и Четвертый книг царств, который описывает эпоху после построения Иерусалимского храма, осуждает все такие святилища, как противозаконные. Господу следует поклоняться только в Иерусалиме. Царь Иосия приказал отремонтировать храм. Во время ремонта рабочие нашли свиток, который Четвертая книга царств называет «книгой закона». Большинство ученых считают, что этот свиток – книга авторозакония, или, по крайней мере, ее основная часть. Иосия прочел вслух этот свиток перед собранием всего народа Иудеи. В свитке говорилось, что Господь избирает одно единственное место, где Он будет обитать и принимать жертвоприношения. Прошло некоторое время после падения Сирийской империи, прежде чем вавилоняне установили контроль над Сирией, Финикией и Ханааном. Египтяне воспользовались ситуацией и попытались вернуть свое влияние в этих регионах. В 609 году до н.э. фараон Нехо двинулся в поход на север, в Сирию. Он должен был пройти через Иудею и Израиль. Иосия попытался воспротивиться этому и выступил против египтян с небольшой армией. В битве при Мегидо иудеи потерпели поражение, а сам царь Иосия был убит. Пророк Иеремия поддерживал религиозную реформу Иосии, но предостерегал его от заключения военного союза с Египтом против Вавилона. Тот же совет Иеремия давал царю Сидикии. Но царь не послушал его совета и бросил пророка в старую яму для сбора воды. Иеремия призывал иудеев полностью подчиниться захватчикам, считая надвигающееся вторжение вавилонин наказанием от Бога. Несмотря на это, все иудейские цари после Иосии оказывались союзниками египтян в борьбе против Вавилона. Это привело к национальной катастрофе. В 597 году вавилонины под началом навоходоносора вторглись в Иудею и подчинили ее себе. Еще через 10 лет после нового вторжения вавилонин в Иудею Иерусалим пал. Храм и царский дворец были сожжены, городская стена разрушена, а жители уведены в плен. Вавилон был крупнейшим и красивейшим городом на Древнем Востоке. Его зекурат, городские стены, дворец навоходоносора стали легендами. В городе было множество храмов, посвященных вавилонским богам. Важнейшими из них были Шамаш, бог солнца, Син, бог луны, Иштар, богиня любви и плодородия, Адат, бог бури и дождя, И Мардук, бог-покровитель Вавилона и его царя. Вавилонские боги в образе статуи, украшенных драгоценными металлами и камнями, обитали в храмах. Здесь жрецы заботились о них, мыли, кормили, одевали. Простые люди могли видеть богов только раз в году во время торжественной процессии, когда статуи выносили из храма, водружали на колесницу и везли к реке. Шествие двигалось по широкой мощенной улице, предназначенной только для богов. Улица Шествий, как ее называют, на своем пути проходила через великолепные ворота Иштар, выставленные сейчас в Берлинском музее. На них можно увидеть животных, которые, как принято считать, олицетворяют Адада, Мардуга и Иштар. Мардуга олицетворяет дракон с головой змеи, хвостом скорпиона, его передние конечности были львинами, а задние — орлинами. Адада, бога бури, олицетворяет бык, символ неукротимой жизненной силы. Львы, изображенные на стене, олицетворяли богиню Иштар. В 40-й главе книги Исаии, которая, как считают многие ученые, была создана в Вавилоне, мы находим следующие слова. «Приготовьте в пустыне дорогу Господу, путь прямой в степи проложите для Бога нашего, и откроется слава Господа, все люди увидят ее». Бог Израиля пройдет по специально приготовленному пути, и все смогут увидеть его. По этому же пути израильтяне пересекут пустыню и вернутся из Вавилонского плена в Иерусалим. Возможно, что Вавилонская улица шествия была прообразом для этого видения Исаии. Но для пророка слава и могущество Бога виделись в освобождении из плена своего народа, а не в церемониальном шествии золотой статуи. Пророк Иезекииль, живший в Вавилоне, в одном из своих видений описывает идеальный храм, который будет построен вместо разрушенного вавилонинами. Бог переносит Иезекииль в Иерусалим, где он наблюдает за тем, как некий муж с помощью трости и веревки обмеряет новый храм. Трость, которую я держу в руках, примерно той же длины. Новая Вавилонская империя просуществовала недолго. В 539 году до н.э. возможно, в результате предательства кого-то из городской элиты Вавилон пал. Персидский царь Кир торжественно въехал в город. Многие видели в нем освободителя. Книга Исаии называет его помазанником Бога, который освободит плененных израильтян. Главным божеством персов и личным покровителем царя Кира был Ахура Мазда. В Библии этот бог не упоминается. На многих изображениях персидского времени над головой царя помещен крылатый солнечный диск с человеческой головой и птичьими когтями. Ученые считают, что это изображение может олицетворять Ахура Мазду. Еще до завоевания Новоассирийской империи Кир одержал победу над Крезом, правителем Лидийского царства, и захватил его легендарные сокровища. Когда в 530 году Кир умер, созданная им империя занимала территорию современного Ирана, Месопотамию, Сирии, Финикии, Палестины, а также всю Малую Азию с ее богатыми греческими городами, такими как Эфес и Милет. Похоронен Кир в городе Пасаргаде, в родовых владениях династии Ахименидов. К 525 году сын Кира Камбис не только контролировал плодородный полумесяц, но и расширил границы империи далеко за его пределы. Она теперь простиралась от Эфиопии до реки Инд, что на границе современной Индии. Персидская империя просуществовала почти 200 лет и по своим размерам превосходила и Ассирийскую, и Вавилонскую. Большую часть года персидский царь проводил в Сузах, где разворачивается действие книги Эсфири. Летом, спасаясь от сильной жары, царь переезжал в Акбатаны, лежащие в горах Загроса в 600 километрах к северо-востоку от Суз. Согласно поздней традиции, Эсфирь и Мардахей похоронены в Акбатанах. На месте этого древнего городища теперь расположен город Хамадан. Акбатаны – столица Медийского царства. Возвышение медийцев совпало по времени с расцветом Ново-Вавилонской империи. Матерью Кира Великого была дочь одного из медийских царей. Кир объединил персов и медян в могущественную державу. И те, и другие первоначально были скотоводами. Зимой они пасли скот на равнинах, а летом уходили со своими стадами в горы. Прилегающие к Сузам районы населяли Эламиты. Во II тысячелетии до н.э. их царство было по-настоящему могучей державой. Их культура была близка Месопотамской. Об этом свидетельствует восстановленный в Сузах Зекурат. Археологи и сейчас продолжают изучать эту древнюю ближневосточную культуру. Эламиты вступили в союз с персами и вместе с медийцами. Эти три народа образовали ядро Великой Персидской империи. Персидские цари, демонстрируя свою силу, часто воздвигали себе большие статуи. В книге Даниила повествуется о том, что царь Дарий потребовал от своих подданных поклоняться такой статуе. За отказ выполнять повеление царя Даниила бросили в яму со львами. Персидские цари содержали нечто вроде зоопарка. Возможно, что львов держали где-то здесь, рядом с дворцом. Персы разделили империю на части, называемые Сатрапиями. Во главе каждой из них стоял Сатрап. Иудея входила в состав Сатрапии за рекой Ефрат. Из книг Даниила, Эсфири, Эзры и поздних пророков мы можем заключить, что в разных городах Персидской империи существовали иудейские общины. Их положение и статус менялись с течением времени. Согласно книге Даниила, иудейская знать служила при царском дворе, а однажды еврейка Эсфирь стала женой царя. Вне Библии отсутствуют свидетельства, подтверждающие рассказы о Данииле и Эсфире. Но известно, что знать покоренных народов часто служила при дворе царя-завоевателя. Предполагают, что Даниил был придворным последнего вавилонского царя и трех персидских царей – Кира, Камбиса и Дария. Дарий Великий построил в самом центре Персии новую столицу – Персеполь. В ней были сосредоточены все богатства, награбленные персами в Месопотамии, Египте, Финикии и Малой Азии. Персеполь стал настоящей сокровищницей мира. Когда Александр Македонский захватил Персеполь, ему понадобилось три тысячи верблюдов и огромное число мулов, чтобы вывести все сокровища. Одного только серебра в нем было – четыре тысячи тонн. В Персеполе персы торжественно праздновали Новый год. Ежегодно, в конце февраля, с приближением весны царь отправлялся Иисус в Персеполь. В районе 21 марта по нашему календарю он совершал там обряды, символизирующие смерть зимних сил и победу сил жизни. Астрономы с особой точностью вычисляли, в какое именно время царь должен совершать новогодние обряды. В дворцовых залах многие рельефы изображают льва, который убивает быка. Лев олицетворяет весну, бык – зиму. Все народы, входящие в состав Персидской империи, должны были к новогоднему празднику присылать царю дары или другие знаки своей преданности. На стенах зала для приемов видны изображения различных племен и народов, от индийцев с берегов Инда до эфиопов из Африки. Их легко отличить по одежде и прическе. Медийцы в коротких туниках всегда стоят впереди, поскольку их знать вместе с Персидской составляло ядро имперской администрации. Недалеко от Персеполя обнаружены высеченные в скале гробницы четырех персидских царей. Считается, что здесь захоронены Дарий I, Дарий II, Ксеркс и Артаксеркс. Персы не погребали тела умерших, они оставляли их на скале, где дикие птицы склевывали плоть. Оставшиеся кости собирали и клали в скальную гробницу. Ксеркс, которого в еврейской Библии называют Ахашверошем, правил Персии с 485 по 465 год до н.э. Он взял в жены красавицу-еврейку Эсфирь. В мировую историю Ксеркс вошел благодаря греко-персидским войнам. Именно он разграбил знаменитый афинский Акрополь. Впрочем, в итоге все равно потерпел поражение от греков. Примерно через год после победы над Вавилонинами Кир позволил иудеям вернуться из плены в родную страну и заново отстроить храм. Царь вернул им все святыни, вынесенные Вавилонинами из Иерусалима. Однако восстановление храма задерживалось. Пророки Агей и Захария убеждали народ и правителей возобновить начатое дело, но только в 515 году Зарававилю удалось завершить строительство. За пять лет до этого он привел из Вавилона большую группу евреев, вторую волну тех, кто возвращался на родину. Новый храм был небольшим и уже не производил былого впечатления. Важную роль в последующей истории Израиля сыграли Эзра и Неемия. Они жили во второй половине 5 века до н.э. Эзра получил от персидского царя разрешение судить евреев по закону Бога и обучать закону тех, кто его не знал. Эзра привел в Израиль третью волну переселенцев. Эзра провел широкомасштабную реформу еврейской общины. В числе прочего он запретил смешанные браки, когда иудеи брал в жены иноплеменницу. Идейной основой реформы было Пятикнижие или Закон Моисея. Эзре приписывают обширную работу над текстом закона. Возможно также, что он написал книги-хроник Паралипоменон. Вавилоне не сильно повредили, а местами полностью разрушили стены Иерусалима. Более 150 лет их никто не ремонтировал, и они приходили в ветхость. Неемия, личный слуга персидского царя, возможно, Артексеркса, получил разрешение восстановить стены города. В книге Неемии рассказывается, как в течение всего лишь 52 дней при сильном сопротивлении иноплеменников, живших вокруг, народ строил новые стены. Из-за спешки они получились не очень надежными. Книга Неемии описывает, где прошла новая стена, и некоторые ее части были раскопаны археологами. Библия называет Эзру священником и книжником. Позже книжником стали называть авторитетного знатока Писания, но первоначально это слово просто обозначало «писца». Первая система письма была разработана шумерами более 5000 лет назад. Заостренные палочки из тростника шумеры писали по глине. Такой тип письма называли «клинописью». С помощью резца клинописные знаки наносились и на камень. Египтяне придумали другую систему письма, иероглифическую. В ней рисованные знаки обозначали слова, отдельные звуки и их сочетания. Обучиться такому письму было очень сложно, так как нужно было помнить несколько сотен иероглифических знаков. Немногие образованные жрецы владели письмом и могли читать. Примерно в середине второго тысячелетия наступает принципиально новый этап в развитии письма. В Ханаане придумали буквы, то есть отдельные знаки для каждого согласного звука. Возник первый алфавит. Многие народы постепенно приспособили это великое изобретение для того, чтобы писать и читать на родном языке. В основном для письма евреи использовали папирус и кожу. Папирус изготавливали из тростника, растущего в дельте Нила. Из побегов, достигавших 10 метров в высоту, заготавливали сырье. Затем с помощью ножа счищали зеленый покров стебля, а сердцевину нарезали на тонкие полоски, которые с помощью специальной скалки раскатывали на гладкой поверхности. Уже раскатанные полосы обрезали до необходимого размера, укладывали крест-накрест и сдавливали. Получившийся таким образом лист обкладывали с обеих сторон войлоком и сушили под прессом. Среди свитков Мертвого моря обнаружены фрагменты папирусов, некоторые из которых содержат ветхозаветные тексты. Эти свитки принадлежали библиотеке Кумранской общины. До нас также дошли сотни папирусов, содержащих отрывки из Нового Завета. Некоторые из них датируются II веком н.э. Само слово «Библия» происходит в конечном счете от названия финикийского города Библ, который был важнейшим экспортером египетского папируса. Пергамент изготавливали из овечьей кожи. С нее удаляли волосяной покров и растягивали, чтобы она стала тоньше. После полировки с помощью извести пергамент становится более эластичным. Пергамент прочнее и долговечнее папируса. Свитки Мертвого моря дают нам понять, как пергамент использовался для письма. Большая часть из них, в том числе и полный свиток книги Исаии, датируется I веком до н.э. Свиток представлял из себя длинную полосу изшитых листов папируса или кожи. Длина развернутого свитка составляла в среднем около 10 метров. Свиток сворачивали с одного или с обеих концов. Для удобства использования концам свитка часто прикрепляли круглые деревянные палочки. Обычно писец использовал только одну сторону свитка, однако во второй главе из Икииля описан свиток, обе стороны которого покрыты словами «плача», «стона» и «горести». Кодексы, то есть книги, подобные тем, что мы издаем сейчас, вошли в обращение в I веке до н.э., а широкое распространение получили только век или два спустя. Поэтому везде, где в Ветхом или Новом Завете упоминается «книга», имеется в виду именно свиток, а не кодекс. Если документ предназначался для отправки кому-то, то его плотно сворачивали, обвязывали и запечатывали воском или глиной, на которой отправитель оставлял оттиск своей печати. Когда глина или воск затвердевали, свиток отдавали посыльному. Перед прочтением печать ломали. Для письма на свитке обычно использовали перо, сделанное из тростника. Его заточенный кончик расщепляли надвое, чтобы оно могло удержать больше чернил. Перо окунали в воду, а затем терли о пластинку высушенных чернил. Таким образом, на кончике пера появлялось немного жидких чернил. Их хватало, чтобы написать всего несколько букв, а потом писец повторял операцию. В книге из Икииле упоминается специальный футляр для перьев и чернил, который крепился на поясе писца. Небольшие временные заметки писали на деревянных табличках, покрытых тонким слоем воска. Писали на них стилем, заостренной палочкой. Разгладив воск, табличку можно было использовать снова. В Ветхом Завете упоминаются таблички из глины, металла или камня. Слова на них нацарапывали острым твердым предметом. На протяжении нескольких столетий персы время от времени воевали с греками. То одна, то другая сторона вторгалась на территорию противника. В основном военные действия велись в Малой Азии, плодородном и богатом районе, лежащем между воюющими державами. Между 334 и 323 годами до нашей эры Александр Македонский осуществил несколько дерзких походов по всей Персии и дальше на восток вплоть до Индии. В итоге он подчинил себе всю империю персов. Войдя в Персеполь, Александр позволил своим воинам разграбить дома богатых горожан. Впервые за долгий поход он разрешил грабеж взятого города, желая отплатить персам за разграбление Афинского Акрополя. Обычно Александр старался добиться поддержки населения завоеванных территорий, чтобы они видели в нем законного правителя, а не иноземного захватчика. Во время пребывания Александра в Персеполе там вспыхнул пожар и уничтожил великолепный царский дворец. Историки до сих пор спорят, был ли это намеренный поджог или простая случайность. Александр завоевал и Иудею. После его смерти в 323 году созданная им империя была поделена между четырьмя его военачальниками, селевкидам досталась Сирия, а Птолемею управляли Египтом и Палестиной. Но в начале 3 века до н.э. селевкиды, одержав победу в битве при Панеюне на севере Палестины, овладели иудеей. 11 глава книги Даниила описывает некоторые события этого времени. Завоевание Александра принесли на Древний Восток греческую культуру. Его солдаты основывали города на новых территориях. Происходила постепенная эллинизация Востока. Термины эллинизм и эллинизация происходят от древнего названия Греции Эллада. Одним из важнейших результатов этого процесса было распространение Коэне, эллинистического диалекта греческого языка, в качестве языка международных отношений и торговли. На Коэне был написан Новый Завет. В Новом Завете неоднократно упоминаются эллинистические города Десятиградия или Декаполиса. Гераса входила в состав Десятиградия. Эти десять городов в быту и в принципах политического устройства следовали греческой культурной традиции. Большинство из них лежало на восток от Иордана, два северные в Сирии, а один к западу от Иордана в Палестине. Согласно Евангелиям, Иисус проповедовал в городах Десятиградия. Эллинистический город или полис имел ряд характерных особенностей. Греки, как и иудеи, придавали большое значение образованию. Гимназий был учебным заведением, где мальчиков обучали целому ряду предметов от письма и литературы до права и музыки. Особое внимание уделялось физической подготовке. Ученики принимали участие в состязаниях по бегу и борьбе. В Десятиградии было много храмов, посвященных греческим богам и богиням. В Герасии, например, находился храм Артемиды. На ипподроме устраивали конные или колесничные состязания. Театр приобрел большую популярность в греческой культуре. В Палестине театры появились только в римское время. Театр в Скифополе, одном из городов Десятиградия, вмещал 7 тысяч зрителей. Некоторые слова в Новом Завете происходят из театральной лексики. Греческое слово «хипокритес», переведенное на русский как «лицемер», изначально обозначало актера, носящего на сцене маску. Древние ханаанские и израильские города не знали регулярной планировки. Они приспосабливались к рельефу местности, люди пристраивали дом к дому и таким образом город рос. Античные города, напротив, тщательно планировались, что особенно хорошо видно в римский период. Центральная улица называлась Кардо. По обеим ее сторонам стояли ряды колонн. Здесь находились общественные здания и лавки, интерьеры которых были украшены изысканными мозаиками. В центре города обычно находилась рыночная площадь, называемая Агора. Здесь обменивались и торговали продуктами, одеждой, изделиями ремесленников. На Агоре проходили общие собрания горожан, а в тени крытой колоннады и обрамляющей площадь учителя наставляли своих учеников. В 168 году до нашей эры селевкидский царь Антиох IV Епифан попытался запретить некоторые иудейские обычаи. Под предводительством хасманеев иудеи подняли восстание. Оно описано в маковейских книгах, которые не вошли в еврейский канон, но включены во многие европейские издания Библии. Восстание было успешным. Более чем на сто лет иудея обрела независимость. Второй век до нашей эры отмечен появлением нескольких течений внутри иудаизма. Наиболее известны три — Суддукеи, Фарисеи и Ессеи. К концу второго века до нашей эры иудеи расширили свою территорию, захватив Самарию и Идумею, страну, прежде известную как Эдом. Население захваченных территорий насильно обращали в иудаизм. Иудейский царь Ирод Великий был потомком этих обращенных идумеев. Независимость Иудеи окончилась в 63-м году до нашей эры, когда вся Палестина подпала под власть римлян. Фильм озвучен на студии Нота по заказу Российского Библейского Общества в 2005-м году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok